Всем привет, привет! Сейчас уже день на дворе, время, точнее, час, час дня. Всё утро мы сидели с Серёжей, делали уроки, да, Серёж? Завтра в школу, пух-пух-пух. Всё, да, сейчас дам тебе куртку. Мы собрались идти сходить в зоомагазин, потому что Пашке нужны палочки, корм там, ну, я думаю, вкусняшек купить. Да, и зайдём в подарки, Серёжа очень хочет себе мячик. Пашке капусточку цветную дала с морковкой. Хомячит. Заметила, что я его снимаю. У Серёжи в пакете сейчас тайская подушка. Очень жалко, что мы не можем полететь в Таиланд, потому что если бы мы полетели, я бы сразу как минимум три подушки купила. Потому что там мама моя тоже очень любит тайские подушки. И я бы себе купила бы и Серёжа. Она нам прослужила, я даже не знаю сколько. 2011 год, сейчас 22-й. Вот, считай, где-то лет 10 она нам прослужила. Это уже хорошо. 11, ну, неважно, я имею в виду, что очень хорошие подушки. Просто она уже, ну, видать, Серёжа спал, там головка потела, знаете, когда жарко там. И она стала плохо, ну, такой запах пошёл, не очень хороший. Поэтому нам приходится её выкидывать. Блин, что, дождь началась? Там моросит, фу-фу. Дождик моросящий. Одевай капюшон, я сейчас тоже одену. Так что приходится нам её выкидывать, к сожалению. Она ещё очень хорошая, всё хорошо. Но у неё появился запират. Он надутый, надутый? Хорошо надутый? Да. Красный. Сколько он стоит? 450 рублей. Ну, считай, 500 рублей. Мы тут ещё Пашке вкусняшек купили. На 500 рублей. Да. Корм там всякое разное. Илья попросил шаурму. Мы зашли в кафешку. Ну, не скорей. Шаурма на тарелке. Делают. Футболист, блин. Кстати, с четвёртого класса там же футбол был, да? Купила Пашке вкусняшек. Корм. Такая сладкая корзиночка. Кукурузу купила. Тут кукурузные хлопья. И палочки. Видите, как палочку сгрыз, пока меня не было? Прям вообще до деревяшки. Сейчас добавлю ему. А вот этот сидит, ест шаурму. Шаурму из свинины, да? Решила подраку его сделать. Пока мы были на даче, соскучились по фортнайту. А чё ты вышел-то? Да нет, я хотела. Еле зашёл в него и выходит. Ты хочешь опять, чтобы не заходила? У Серёги тут в игру не заходила. Ладно, я захожу, да? Да. Хотим поиграть немного. Я уже понял, меня забанили. Серёга переживал, что его забанили. Да, у меня уже сразу паника уже. После дачи обновляю... Ой, блин. Я сегодня новую тунику одела. Обновляю брови, масочку сделаю. Потому что после дачи хочется, знаете, прям вот 100 килограмм чего-нибудь скинуть. Поэтому волосы я на следующей неделе уже буду корни обновлять. Вроде бы ещё их не видно. Слава богу. Ну вот, дошло и до сковородочки. Новую. Помните, я распаковку делала, сковородка, гриль? Вот. Андрюша купил два стейка. Жарю ему стейки. Ещё я купила молоденькую картошку. Её попозже поставлю. Отварила её. Сейчас обжарю со сметанкой и зеленью. Давай, крути. Крути, 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 крути. Ой, какой молодец. Какой молодец. Да, малыш? Если хотите, продвигайте свой канал. Потому что рубежовая баба есть. Она только крутится. Если вас смотрят в ней в России, то вы продолжите лучше. Смотрю, я стою. Такая вмятина. Вмятина в стене. А знаете, из-за чего? Из-за того, что Илья открывал вот этот шкаф. Я не знаю, как его можно так открывать. Сильно что-то с ним делал. Я не знаю. А, или он пытался на верхнюю полку залезть. И завалил полностью этот шкаф. И поэтому осталась вмятина в стене. Просто шкаф вот так вот взял и упал. Хорошо, что Илюха не накрыла. Идем в школу. Серега. Бодрый, весел. В кавычках. Вот голуби точно меня любят. Они постоянно что-то... То ходят за мной. Все. Толпой. Сегодня утром взвесилась. Перед дачей... Перед дачей... Перед дачей я взвесилась. И мой вес был... 125,3 килограмма. Сегодня я взвесилась. И мой вес... На даче я ни в чем себя не ограничивала. Я ела все, что хотела. Мороженки, чипс. Короче, все. Все, завтрак, обед и ужин. По полной программе с десертом и с компотом. Вот. И мой вес... 127,4. В итоге получается, что за 10 дней на даче я набрала... 2 килограмма 100 грамм. Вот как-то... Новость-то какая. Наш магнит... С 1 мая... Стал работать круглосуточно. Представляете, теперь мне... Не надо... Стоять, ждать, когда он там откроется. И все такое. Очень хорошая новость. Она такая... Говорит... А что, вы не знали? Ведь мы с 1 мая так уже работаем. Я говорю... Да меня не было. Вот, пока я ездила, отдыхала, магнит стал работать круглосуточно. Вот так новости. Рутуб вскрыли. Ну как это? Взломали. Рутуб взломали. И так он, бедолага, не вытягивал. Его еще и взломали. Вообще замечательно. Я туда видео не выкладываю, потому что я просто их не могу выложить. Вот, и все, они не выкладываются. Поэтому я пока на рутубах... Я вообще уже что-то замордовалась, вот честно скажу. Блин, из-за вот этой всей встряски приходится и на Яндекс, и, блин, еще вот это ВК, блин. Что-то меня это напрягает очень сильно. Вот это вот. На все эти... Слишком много энергии уходит на это все, я не знаю. Просто либо забить уже вообще на все это. Я имею в виду, нет. Ютуб-то я пока оставлю. Я его просто подняла, и он пошел. Во сне оделся. Щечка даже помята. Ужас. Еле подняла сегодня. Кошка охотится за гулей. Три раза уже ее тут шугала. Пошла к своей мисочке кушать. Оп. Ничего нет. Оп. Ничего себе она. А, она домой пошла, что ли? Это у нее там дом в подвале? Это в подвал, я ж надеюсь, да? Не квартира. Смотрим киношку. Падение луны уже почти конец. Американцы сказочники еще те вообще. Нет, нет, прикольно. Это что-то новое, реально. А то есть тут просто там какие-то рациональные, еще что-то. А тут именно прям раскрыли до конца. Берем один апельсин и закидываем его на час в морозилку. Достаем апельсин. Теперь разрезаем его на кубики. Теперь берем блендер и закидываем сюда апельсинчик. Добавляем 4 столовые ложки сахара. Теперь заливаем двумя литрами горячей кипяченой воды и все хорошенечко пробиваем. А теперь берем сито и просаживаем сок через сито. Переливаем сок в графин и отправляем в холодильник. Ну что, ребята, вот такой сок у нас получился. Видите, цвет какой? Как в магазине. Попробуем? Ничем не отличается от покупного. Себестоимость посчитайте сами. Ваше здоровье. Надо поменять всем пастельное белье. Илье и Андрею. Серега. Ждет, когда ливень кончится. Да, Сереж? Не кончается. Да ни хрена он не кончается. Льет, как из ведра. Сережа хочет на улицу. А на улице льет дождь. Что-то подумала я тут. Может быть, на хоккей сходить. Забила вот это вот. У нас в Балашихе есть арена. Может, туда один раз ездили на хоккей. Всем нам очень понравилось. И поэтому я подумала, почему бы нет. Но... Сейчас покажу. Хоккей нет. Но 2 июня есть концерт Нурлана Собурова. Блин, я его обожаю. Но билеты, конечно, от 4,5. От 4,5. Сейчас я покажу. Концерт 2 числа июня в 19.00. Большой зал. Сама сцена вот здесь. Вот здесь она. И вот стоят билеты, например. Вот. Вот эти билеты стоят 6500. Вот эти у нас 8000. Вот первый ряд 13700. И галерка. Галерка у нас стоит 5800. 5800. Где же у нас 5100? А где у нас 4,5 тысячи-то? Где они? Где они? А вот 4,5 тысячи. Вот. Короче, вот здесь 4500, и вот здесь цена. Билеты все полно. Покупай, народ. Крут. Ого. У-у. Крут. У-у.